Доброго времени суток! 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 Да, смог вылазка Вот анима Онек Ну, кстати, там у нас тоже отправились по нижней линии Давайте посмотрим, кто на ком играет Что-то у меня немножко все не так Как-то непривычно все стало И монитор не так, и наушники не тем Ладно, не об этом Онеки Скай у нас на Винге Спуки, на Энчатрос, Пианоме На Чене, Вуд, на Эсефе И Аберон Ординатус на Дроу Рейнджер Ну и Тифиси Ой, они хэштег не поставили, это плохо, но да ладно Эйфория на Энигме Гатчи Или Гатси На Паке Габен у нас на ЦМке Который стремится к 4К ММР Да, конечно, такая себе цель Хикоцу на Бисмастере И Айсмен на Свене Ну, как мы видим, смог вылазки не удались Но зато ворды успели поставить Поставили 2 СН3 В принципе, это против Чена Неплохо, но спауны В принципе, ключевые мы оставили Потому что, как правило, Чен У нас вот здесь Стакает и вот здесь Потом Саухом фармит Так что вот эти вот два блока Какие-то Не очень, как по мне Ну и, конечно, пулы тоже не заблочены Ну, не знаю Как-то не вижу я хорошей пользы От их ворду Давайте посмотрим, что у нас Имеется Сейчас по Вижну Успели ворду бросать И Онеки Поставили не ворд вот здесь Который палит руну В принципе, перемещение Ну, весьма неплохо Второй вард еще не поставили Ну и вард минуту Девардится Очень быстро Даже не успели мы его прочекать А второй вард Тоже я пока не вижу Решили ИНЧЕ забанить СН3 Ну, такое В принципе Конечно, это полезно Но все же Кстати, не ИНЧЕ Чену Чен у нас решил сместиться Именно туда Ну Почему бы и нет Ну и так, кстати Уже вторая пачка СН3 Как мы видим Пошла в расход У ТФС И уже второй вард Девардит у нас он И, конечно, один вард был Апсон Второй с Н3 Принес денег Раски Только один вард Но все же Все же Очень-очень хороший Девардинг ЦМка выходит Ой-ой-ой, дровка Сейчас может в лифт Пошла на нее колбач А был закинт еще есть танчик Но там венга заходит в спину Ну да, толстоватая Хотя нет, один армора Конечно, это сейчас пока Очень мало Пытаюсь пробить 8 хп И это минус На неприятно Увы, дровка не обладает Большим запасом Ловкости в начале Ну да, в принципе Ловкость неплохая Но базовый армор маловато Так что все-таки не выживает Ну и вот габен у нас тоже минус Ну, понятное дело Это в плюс для Тифисита Коферсблат Еще и Беликора Ну В принципе Даже если дровка умирает Ей главное добрать Экспы Даже если она не фармит Это Не особо страшно Так как сила этого пика в том Чтобы получить Ну, ключевые ловела Такие вот базовые Базовые итемы В принципе Какие-то барабаны Баклер И уже пойти трочить В вышке И в принципе Побежать на яичах Но Скай у нас влипает Прожирает фаер Варкрай Но нет Нет-нет Так не подраться Так вот Все просто не получится Ну да, кстати У нас Хорошее решение Пианумен принимает Выходит вражеский лес Аутпак в миду Убивает у нас СФ Кстати на лоу-лоу Тычки выжил Но все-таки выжил И Как мы видим СФ пока Чувствовал себя очень круто Подпасил катодровки Очень много дэмэджа Ну и по крипстату У него Прям уж Очень все хорошо Ну По крайней мере Было Хотя я сейчас Думаю Тоже так И останется Чен в инвизе Выходит в мид В принципе Судачий сатира Приторобанил Чтобы Кого-то Погонять Ну да, кстати Что у нас На изилейне Краски изилейне Оныков Это Энчантер стоит Против Бистмастера Ну В принципе Друга разминают Понятное дело Крипстат Получили у инчи Да и дэнает Она очень круто 11 на 7 Краски топовый КС По карте Ну Отлично Отличный результат Ну и что Чен у нас пока ждет Пока ждет В инвизе Пока непонятно Чего он конечно ждет Задувает он сатиром Похоже Весь у него Все внимание уходит А из сатира Он даже себя не контролит Ну В принципе В принципе Почему бы и нет Он в принципе Был в безопасности Энигма стан Пошел по айсмену Айсмену больно Пошли еще и фрост ару Ватки застанчика Только по одному Ну и похоже Его разомнул Да разминает Подцепит наверное еще И габеном Да и цемка Никуда не идет Хоть и накинул У нас подушечку Но медной пульс У него никого не продамажит Газ неплохой По двоим Ну и Да это уже Минус 2 Ну и так кстати У нас другая Газ уже качала Ранние Обычно его не качают Так рано Да и даже Фруст ару Бывает не качает Но все же Ну такой клэп Энигма Под хвост Так сказать Решили Ее Отогнать подальше Еще и накричали На бедняжку Ну и 3-2 У нас счет Ну и Оныки у нас Даже выигрывают По чуть-чуть Потому что Ну делают фраги На корах Конечно там Дрока погибал Раз Но все-таки У нее уже Два фрага Также там Топовые кс И в общем Дела пока Плоховато Смотрится У Тифиси Так как Как я говорил Сила этого пика В том чтобы Добрать ключевые Лвла Не нафидить И потом пойти Давить по вышкам А тут еще и Получается Очень жестко Так переформить Ну да Хороший сэнд Чтобы стан не залетел Ну и в принципе Спокойно Абер у нас отходит Ну и чо Спуки Спуки с фазами Давайте Прочекаем Что у нас так Имеется На Четвертой Спайной минуте 23 на 12 У нас у Инчи Все отлично Фазы И Мэджик Вонт Сф у нас Ну там Ботт лабудится Скоро ПТшка появится Ну я думаю Мекки не будет Но это В принципе не нужна Она ему Конкретно Нужна конечно команде Но там есть Чен Который может ее собрать Выход вошел на Айфоню И эйфория Отлетает В таверну Конечно медленно Но В принципе Верно Ну и скайп Пытается пробить Эдолоны Довольно-таки больно Клэй пошел И добивают Лол Это конечно было неприятно Под Варкрайм Помчались еще И хотя догнать у нас Пиано Мэна Но Пиано Мэн Должен уходить Пытается там По Блоди Блочить Ну и в принципе Делать тэп аут И наверное скроется Станчик не долетит Совсем никак Ну и в принципе Патч еще не вышел Так что Мог бы даже Случиться у нас Такой Как раньше Это была фича Теперь оказался Это баг Когда летит стан Свена И станет на базе Но телепорт не сбивает Ну вернее Вот Делать телепорт Уходит на базу Там в последнюю долю секунды Дает стан И как бы Эффект стана проходит Ты стоишь на базе в стане Но ты уже улетел на базу Так как заван получается Выход пошел Ой наоберон Оберон бедняжка в липс Он пошел Конечно По сайлансам Никак не выжить Вот это Ну и 4-4 Сравнивает у нас счет Команда Тифи-7 В принципе Неплохой выход от пака Убивает фрагского кора Ну в принципе Уже 6-ая минута Как видите Крепстата там топовые У нас там уже дровка Даже вышла в топ-3 Несмотря на 2 смерти Так что дела Обстоят крайне плохо Ну Потому что сейчас начнут давить Конечно Там кайсы тоже Ну не так уж провальные Но конечно Плоховаться смотрятся Хотя тут получше Ну да Свена-7 с крипов Конечно это Не то чего ты хочешь От свена на Изилейне Ну и понятное дело Стоял он против триплы Даже там еще И лишние Товарищи Заходили В виде крипов Чена В общем совсем Совсем Неприятно Ну что Что я минуту Давайте просекаем Что по левелам Как мы видим Ну инчат Понятное дело Топ-1 левела Она там в позиции Привольная Погибала Она 0 раз Ну а SF У нас раз погибал По XP Ну чуть-чуть отстал Но совсем чуть-чуть У него тоже 7 Ну и самое главное Что есть удровки уже Марк Шип Так что есть Дополнительный урон И это беда печаль Потому что уже Плюс 28 демеджа И я напомню Что там Все оранжевики А это Очень-очень много Демеджа Там одних тиммейтов Больше сотни Увезет Ловит койл По дабл демеджам SF Даже тычки не закинул Конечно комбинет Попотачил он очень статно Пошел дрим койл Вроде бы неплохой Вуд не воюет Ну вуд Закинь пару тычек У тебя демеджа 150 Даже 170 И это минус 2 Ну нужно было драться Нужно было драться Там и вейвов террор И SF У нас уже Нет еще не качал Себе Dark Soul Как раз таки минус армор Но все же Там тычки были По 160 демеджа Нужно было воевать Там по паку Буквально 3-4 тычки И он бы отлетел в таверну Ну или по крайней мере Ты бы его размял Очень плотно И он бы сейчас В мид так вот не вернулся Ну или по крайней мере Вернулся с пустым ботлом И ну пол хп У него было бы максимум Ну в общем Как-то так Что по лаваламу Там дальше Ну вот Хороший левел В принципе у инги Уже четвертый с половиной Чем У нас почти Пятый с половиной левел Ну а остальные левелы Ну хоть и нигма В лесу там фармит Более-менее Правда есть уже две смерти Но это не главное Главное то Что есть левела Вот эти вот уже ключевые Как я говорил И нетворса уже Весьма хороши Нападение пошло на топе Так что вышки сейчас будут падать Я об этом говорил Острелят обороны У нас СВН И острелят еще и Эйфорию Решил в подушку не наступать В принципе правильное решение Крип пошел убивать Эйфорию Пытается его догнать Но его и нигма Превращает в Эйдолона Пакт Коэл полетел Почему-то мне мышка Постоянно улетает Во время доты Это очень странно Потому что обычно Она не должна этого делать Нужно это как-то Пофиксить Ну ладно Неважно Барабаны У спуки Уже готовы Вышки сыпятся Довольно-таки плотно Хайдреска также есть у чем Терепорт залетает От пака Паку отоплетел Под Мэджик Руны Ну вот Решил идти на коврис И правильное решение Хорошо Хоть импетус Не залетел В затылок А то было бы очень больно А СМА пытается подцепить Вута Станчик полетел Дримкойл тоже полетел Вута пытается пробить И нечастливая его цель Дримкойл Сейчас будет залетать с хайграунда Ааа Телепорт кастует Но нет СМА рядом СМА не отпускает Кстати уже господствует У нас ПАК 4 фраг Наклипал Весьма неплохо Но в любом случае Стянул у нас СФ четверых Забрал также вышку Спуки также пошел Соло воевать И вчетвером Его понятное дело Распинает Но куда пошел странно Еще и про Малурор Потратили Не знаю Куда он пошел Довольно-таки Упрометчивое решение было Но Вот это конечно Совсем никак нельзя оправдать СФ по крайней мере Стянул Заспейсил Еще и вышку забрал А ничего Пошла и фиданула Ну и 1666 Охохо Голды падают В копилку Для ТФС И Почти 1600 Иксп Ну и Как мы видим Решили У нас Тоже Пойти в подпуш ТФС Решили они По Миду вышку забрать Ну в принципе Правильное решение Потому что Потеря вышки В Миду своей И не пуш вражеской Дает тут слишком Большой спейс Для врага Краски перемещения Цернальная линия Понятное дело Там Мейн перемещения идет Так сказать Топоры полетели Проградать неплохо Скайская Все еще живет Заходит Чен в спину Чен Клэп пошел Краски поймали У нас Медведь Демона Залетает Шок Вейв Как же больно Ну и полетели Уже очень болючая тычка Дэмажа там просто В огонь Уже минус 3 Давал килочей На импетус Больно по хоккейцу Но Хорошо хоть Никто больше ничего не закинул Так бы было Минус 4 Но в любом случае Минус 3 В ноль Это полторы тысячи голды И полторы тысячи экспы А на топе Аберон у нас Плотно подобрался К вышке И начинает там тоже крошиться Ну Как мы видим Все очень плохо Хоть и счет Более-менее равный 9 на 8 Но по графикам Это уже Под семеру Голды И Под две с половиной тысячи экспы Ну и Сф у нас Топ 1 Пять тысяч сто В то время как у Пака Всего 3 900 Ну Как-то все плохо смотрится У нас Как мы видим Чен уже Перегнал Очень плотно так Свена И сейчас еще одна вышка падает А еще голда Так что Скоро Чен и Пака Перегонят И там только одна венга Санется Которая будет 3000 Нетворсов В то время как у Свена Будет тоже 3 Ну может там 3 300 3 400 Максимум В общем беда-печаль Как и говорил Нужно получить Ключевый лав Ключевый левел А тут еще и Линии выиграли Какие-то выиграли Какие-то Не особо выиграли Но Хоть и Сэф и погибал В меду Против Пака Они там В принципе дрались до конца Пак выжил на лох-хп В общем Можно сказать Даже повезло Потому что Есть все-таки разница В твичке В 6 урон Вот этих Там в принципе Было чуть поменьше Стало чуть побольше В общем Ну Повезло Потому что На таких лох-хп Часто бывает такое Что Фортит Хотя это Пак Который с шифтом Так что на скелет Он тут тоже мог исполнить Я этого момента не видел Так что не знаю Повезло не повезло Но В общем не важно Потому что Сэф у нас По Крипстату Там очень плотно выиграл Ну и Это было Ключевым Ого Тут уже Владмер Имеется у Чена Решили играть без Мекки Ну в принципе Почему бы и нет Есть урна В принципе Есть Чен Со своим Хэнд оф Гадом Есть Уже с третьими Аттендантами У нас Энчантрес Ну и в принципе Этого кила Достаточно будет Там в принципе Дэмэжа столько не будет Чтобы этот хилл пробить Если добрать еще и Мекку То вообще Беда Печаль Ну давайте Просмотрим все Айтемы Прочекаем всех героев Более детально Винга у нас Седьмого левера Как мы видим С турной ПТшкой И стиком В принципе Вканнигрейдил Инча С барабаном Меджиквондом Фазами Чен он скопил Владмер Также есть у него Арканы Сф У нас С Меджиквондом Аквилой И Ботлом С ПТшкой Ну и Дровка Дровка Меджиквонд ПТшка Аквила В принципе тоже на статы Тут две Аквилы Так получилось Ну да ладно В принципе не страшно Айтем не особо дорогой И Хорошие дают статы И краски Можно и посплитпушить Так что все круто Ну и За это В принципе Нельзя Особо Судить Ну то что Одинаковые Айтемы куплены Ну конечно И там еще и Владмер Так что это Ну все вместе Не работают Понятное дело Но все равно В общем Это все равно круто Ну Как мы видим Заход пошел уже на Т3 Смоки прожимаются От бестмастера Не знаю Кому собраться ловить Менигму понятное дело Тоже не ворвется Она пытается выйти в Мекку Хакитсо Пошел на ноге Накричал Поймал сетку И в таверну Все еще не летает Последняя стычка Скинул Тычка пошла Блэкхолл Подвоим Но такой себе Дримкойл по троим Кстати вот это вот неплохо Пошел у тебя Накричал Накричал Теряет еще Так же дровку Теряет еще и Винку Краски Не будет Доп Дэмэджа Но В принципе Нет Наверное Все Это печалька Немножко ошиблись У нас Довольно таки плотно Даже ошиблись Это минус 4 Это минус 4 От Свена Айсмен Конечно Накричал Здесь очень Очень знатно Ну и все таки Получилось Вот так вот Даже без блинков На ноге Зайти в файт Кинуть Праймал Эрор Развалить Быстренько Дроку Чтобы Порезать дэмэдж А потом еще и Блэкхолл Подвоим Потом еще И Дримкойл Ну и в общем Мы видели Все очень и очень Хорошо сложилось Для ТФС Потому что Отыгрывают они Почти Три 500 Галды И по экспе В районе 2500 И Так чуть-чуть Возвращаются в игру Но не до конца Понятное дело Там суммы все еще Солидные имеются Хоть и Пак вышел на топ 3 Но там его Очень Близко Подгоняют Инча Вместе с дрокой Ну в принципе Ошиблись Это конечно Плохо Но не критично Так как Можно продолжить Свой пуш Ну и там Кулдауны большие Все таки Энигма Блэкхолл потратила А там Кадест 160 секунд На первом левере Даже 200 секунд Прошу прощения Что-то я Немножко перепутал Кажется 160 Это на последнем На третьем левере прокачки Ну и В принципе Можно пойти Без блэкхолла Будет Понятное дело В разы Сейвовей Мы смог Вылазку Решили Реализовать Правда Ловить Хотя здесь свап Сейчас свап Конечно можно Ну если спалился Выкинул Коил Не знаю Пропалили это Или нет Ну конечно Вот этот вар Дает теперь в минус Потому что Так бы Айсмен Поформил Вот тут А он возвращается И Поворот Не туда Хотя под варкраем Уходит Лол Ну как-то Как вы его не заметили Крип Как раз таки Забайтил Так сказать Ская Он на него Развернулся Ну и Винган Не смогла Под спецфеном Но зато У Вута появляется БКБ Он подформит Еще и Эндж на вражеских Ну теперь с БКБ Будет понятное дело По сейвове Все В общем Не стоит Не стоит Наверное Затягивать Пойти спушить Ну да Конечно Лейт тут тоже хороший Очень он и кау Но все таки Понадежнее Закончить игру пораньше Так как у них такой пик Который быстро все пушит Там преимущество было В районе десятки Теперь есть 6 Ну 6000 преимущества На 15 минуты Это тоже большая цифра Хоть по экспе все равно Но все же Все же По голде Есть айтемы Такие очень-очень крутые Для такой минуты С дровка уже демоджа наливает 42 На всех Так что Нужно просто Вот так вот Сейвову пойти запушить Драгон Лэнс Давайте посмотрим Какие айтемы Мы не досмотрели Айтемы у ТФС Они выходят в Мекку Странно Что еще не вышло Потому что В том файте Голды упало очень много Похоже Она там погибала И немножко Упустил этот момент Пак с блинком И сверху 2600 О да Тут похоже У нас этот товарищ Получил всю голду За вот тот вот файт ЦМка Ну ЦМка На статы решила собраться Есть у него Брейсер Маджик Вонт И Клак Бист Ну понятное дело В Некрачи выходит Ну а Свен Почти Сашияши И Доминатор есть Вот это кстати Вот неплохо Ну да Краски Эти два товарища У нас получили Ключевую сумму Так как находятся Они на Топ 3 Местах Они там в принципе С другом Байдаются за Второе Третье место Ну а вот У нас В самом низу Нетворс Находится Остача Команды ТФС Ну что Можно заходить В принципе А спам Как я говорил Имеется И топоры летят Снова прожимаются У нас Маккей Имеется Утиммейт Скачали на спуке Спуке Наверное таки больно Гаш мимо И это все Неприятно Пошла Нигма Касается Блэк Холл Раздулись Неплохо Убей Нигму Убей Нигму Тычка залетает Минус Нигма Пошел утиммейт Вроде бы неплохой Фризинг Филд Как же раздамаживает Стан пошел Айсмен Тоже минус Это уже минус 3 Свап Ну можно было и так Убить Но в любом случае Меха не прожита Потому что касался Блэк Холл Это конечно Неприятно Два байбэка Ну и Ой пак Еще на тычка Это минус Шифта нету Хотя шифт был По моему Можно было задолжить Есть байбэк Но Уже похоже Приплыли Потому что Первый раз она падает Задавьте ее Никак не получится Байбэк от пака Тычка залетает Очень больно Габену Телепорт от пака Запрыгнул в толпу Гатти И увы Я никогда Правильно его пронести Не могу Вероятнее всего Могу ошибиться Так что давайте Будет просто пак Спуки у нас Немножко так подвлип Пытается его пробить Но его на базу Уже отправили Никак прожимает Блэк Блэк Холл Конечно Блэк Холл Конечно прожимает Намеку Какой Блэк Холл Делайте репорт Конечно есть вижен Ну и Дровка Влипнет Все таки да Имеется Малифейс Ну и Это минус Оберон Но все равно Сторона А кстати сторона не упала Но зато Три байбэк потратили Что сказать По этому файту Ну пак покупает себе Вместе кстафа Это как минимум В принципе В принципе Три байбэка Было потрачено Потратил его Пак ЦМК И Бестмастер Это неплохо Стороны не спужили Это плохо В принципе Сумма на руках Давайте тоже зачекаем Как-то я В этом файте Совсем не собрал Что произошло Как-то все было странно Сумбурно Ну да ладно Ну суммы Ну не знаю даже Сразу так и не скажешь Шемпиаду спать смену Я смену больно Но конечно жить будет Давайте так Посудим по графикам Вернули себе Десятку анима Онек По голде Потом отдали 2 Понятное дело Там были байбэки Так что все таки Флюз на них пошло Несмотря на то что Там еще и дрока погибла Разок Но не страшно Не страшно Но по экспе Особо ничего не изменилось Так что Так что неплохо Ну и вот Пока ловить тяжеловато Пошел он прятаться Сам блинкаут И ушел Хотя пытаюсь Средить его SF Во вуд Дримкойл полетел Но нет Никак не убить Слишком уже далеко ушел Ну и бист Покупайся Блиндаггер Решил что нужно ловить В принципе правильное решение Конечно Не короче были бы хороши Но блин тоже Очень даже нужен Ну и давайте Прочекаем айтемы Что у нас Имеется На данный момент У анима Это Клаака На Винге И свежихайтов Он Драголэндс На Энчандрос Свен Свен Чен Чен конечно Выходит у нас Эвмеку У него осталось Каких-то там 2500 голды Копейки SF Купил себе Киперстоун Ну наверное С этого гиперстоун Он купит Кирасу Я так думаю Не думаю Что это Моншарт Или вообще Мьёльнир Было бы странно Ну и Имеется также Драголэндс У нас У Дроки Что Есть У Дайеров Есть Мекка На Енигме В принципе Даже Арканов Нету Это печально Наверное Хочешь купить Блинк Чтобы ловить Хорошо Мне так кажется Ну и смог Пылоск решили Реализовать А Рошан Рошан стоит Мы как раз Должны успевать Ну давайте Прочекаем быстрые айтемы Докупил себе Уже Сенч Энигма Мы уже видели ЦМК 9 В принципе Особо ничего нету Пак не успевает Схажется ворваться Пак У нас в инвизе Прыгает Ну куда ж ты прыгаешь Запрыгнул Дремкод по 2 нив Закинул Родин плохой Прожимает БКБ Кричали на Вуто Вуто пробивает Пошел свап Ну куда ж ты свапаешь Аберон в беколе Вуто Спот БКБ Был пока контролен Но все-таки успел Разультиться После этих встает Но это уже Минус 2 Малифейс пошел Пошел еще И видный пульс Вроде бы Разбирает Вуто Вуд без дополнительного урона Никого бить не может И проблемки Все-таки реализовались Хотя даблкил Делает Споки Споки Настеряется еще и по Хокитцу Хокитцу тоже влип И Хокитцу тоже в таверна Триплкил для Споки Вот так вот Нича Уровняла Вот этот файт Но все равно Не в плюс Это для уныков Несмотря на то что 3 в 3 Там оставание было большое Усбили Аегу В общем Не очень Не очень Можно было бы и лучше Ну и Споки пытается Куда-то Куда-то он пытается выйти Не знаю куда Добежал до вражеской базы С птичкой Краски ворованной Понятное дело Никого не убивает И пытается теперь уйти В общем Как-то плохо Все получается У уныков Если честно У них такое было Хорошее преимущество Чтобы пойти и спушить Один раз они влипли Под заход Краски поймали Праймал Рор В кора И Блэкхол еще подвоем Потом еще в принципе Дримкойл был неплохой Вот сейчас тоже было Плоховато Потому что И краски поймали Двух кора В Блэкхол засасали Был свап потрачен краски За секунду до Блэкхола Это было странно Все-таки Весь венга в команде А против вас Играет Энигма То есть Стой подальше И Сейви От Блэкхола Потому что Ты избиваешь Блэкхол Даже в БКБ Которого в принципе Нету у Энигмы Но все же Это хороший спейл Чтобы избивать Блэкхол Ну и как-то плохо Пока расконтраливает Нужно просто Все грамотно Исполнить И там все еще Имеется крупные суммы И тяжеловато Еще драться ТФС Но все-таки Пак уже с Шивой Так что Вот У него убивать Уже сложновато 20 армора Все-таки Несмотря на то Что там демажа Порядочно 20 армора Это Все-таки Много Ну и муншард Есть у Энчантрас Давайте заценим Что у нас происходит По КДА Пак у нас топ-1 Весьма неплохо Отыгрывает Ну а дальше Чен Чен вот Очень хорош У нас 3-1 13 Я не видел Фактически Отыгрывает Так сказать Лучше всех По крайней мере Своей команды Ну и Посмотрим На еще один заход От Онаков Пытаются дойти Вуд пошел Вуд Алови Прожимает БКБ Прогревает Вроде бы неплохо Праймал Рор Но если сейчас не убьют То будет очень круто Свап пошел По цивили Но по Глэкхолу Не должно быть По-моему Да Глэкхолу еще нет Целых 50 секунд Ну Зайдут ли Зайдут ли Это вопрос Решили вот так вот Отойти Привай Очень больно Суммонов Суммонов теряет Чен Заходит Пак Ворвался Дримкойла Нету Улетел В принципе На Орбу Ну и Как-то не Получается Зайти А Глэкхол Откатывается Остается всего 25 секунд Ну и Как бы Либо до Блэкхолу Зайти Либо вообще не идти 15 секунд Остается Там можно Подвлипнуть Ну все-таки Блиндагер Есть уже У Энигмы Сейчас закинет Блэкхол Царский То будет беда Печаль Там еще и подшивы Поцепили У нас Ай-яй-яй Пробивает очень больно Но Энигма все-таки Выживает Спуки поймали Спуки Пытается пожить В принципе Отача был Понятный дел Пробивать очень сложно Свап пошел Подхил Пошел Очень плотно По пятерым СВ нарезает СМК Ультует Это минус 5 Это Тим Вайф Усполнение ТФС Да Дождались Дождались Проблемы У нас Большие Хьюстон Это 400 голды За этот файтер А 1300 У нас Онэки Ну и Их спы Насыпало Тоже Очень Знатно Возвращает Себя 5200 По графикам У нас ТФС Ну и В принципе Они там Уже должны И по Экспе По голде Скоро Выйти в плюс Потому что Упало Очень много Суммы Сейчас графики У нас обновятся Ути преимущества Было Оноковича Солидное Теперь будет Примерно В нулях Голдам А вот Экспа Поползет Все-таки Ну и Как-то Плоховато Все делают Мне даже Не сказать Что Один Заход Первый Не удался Там В принципе Среди заходы Были тоже Не идеально Исполненные Как раз Вот здесь Когда поймали Дровку Был Плох Потому что Потратили Свап Также Еще один Заход Был Не очень Хороший Так как Поймали Дровку И там Было Минус Нуля Краски Порезали Весь Этот Урон В общем В общем Стоило Все-таки Делать Все по Сейвове Появляется Кираса У нас УСФ Но Все равно Сейчас Еще Держится Топ Один По Нетворсу На целых 2000 Перефармливает Пака Ближайшего Преследователя Так что Пока Пока На плаву Ну и Напомнил Лейд У них Очень силен Но Все-таки Там Очень Жесткие Такие Герои Есть Это Нигма Блэкхолл Пятерым Понятное Дело Это Очень Плохо Когда он Так Залетает Есть Бист Есть Свен Который Может Быстро Минусануть Буквально Скрита А то и Пару героев Скрита Минусануть Ну и Пак В принципе В лейте Тоже Будет Весьма Неплох Потому что Там Бкб Станут Пятисекундные Правда Пока Еще одно И Кстати Уже Семисекундные Но Все равно Скоро Там Пойдется Еще Бкб Если Игра Затянется И Они Тоже Попадают В кулдаунах Потом Огони Появятся Станы Хиксы В общем Не очень Все хорошо Смотрится Да и Там Спец из полов Будет Целых Три Которые Будут Проверять Бкб А это Конечно Многовато Насколько Вылазка Решили Кого-то Поймать Но Ловить То Некого Потому что Своего Стоит У нас Айсмен Прятался На базе Находится Вся остальная Команда В принципе Отпушат Они Прямо По своей Базе Никого Далеко Не Выходят Ну И Тяжеловато Кого-то Найти В лесу Когда Такое Происходит Ну И Барабаны Появляются У ЦМ Что По Левелам Давайте Прочекаем Должны Быть Одиннадцатые У всех Да Одиннадцатые Есть В принципе Шестнадцатых Еще Нет Но Близки Очень Близки К Получении Шестнадцатого Левела Ну Как мы Видим Пока Что С его Стоят Конечно Все Так Это В минус Идет Для ТФС Потому Что Они Формят И Понятное Дело В Такие Промежутки Игры У нас Онаки Набирают Снова Преимущество Но Они Верят То Что Они Могут Отдеф С С Таким Тим Файтом В Но Онаки Могут И Собраться И Уже Затем Безошибочно Засейвится От всех Блэкхоллов Засейвится От Праймал Рора Купив Форстав Кстати Вот Форстав Нужен Б Хотя И Глимер Кейп Тоже Поможет Там Все Таки Это Быстро Глимер Кейп Будет Тяжеловато Но Форстав Форстав Был бы Вообще Идеально Купить На Винге И Все Там Уже Будет Тяжеловато Убить И Под Праймал Рора Винга Также Будет Контролить Еще И Энигу На Ренже Все Таки Уже Второго Левела Незер Слаб Ну И Понятное Дело Сбивать Блэкхолл На Изичах Главное Все Грамотно Сделать Особо Сложно Ничего Нет Просто Нужно Стоять На Такой Позиции С Могли Выйти Ты Был Постоянно Вот В Точке Где Можно Сбить Блэкхолл Вернее Откуда Можно Свапнуть Энигму Ну И В принципе Все И Пока Не будет У них Линки Понятное Дело Будет Делаться Все Очень Очень Просто Но Нужно Все Таки Грамотно Грамотно Это Все Сделать Ну Что У нас Игра Так Перестановилась Уже По Фрагам Ведут У нас Тфиси По Графикам Давайте Посмотрим Ну Как я Говорил Отыграли Не очень Много Графики Спустились До 2500 Но Все Ж У нас Очень Очень Боятся Тфиси Из Базы Они Особо Не Выходят Ну И Понятное Дело Набирают В этот Промежуток Времени У нас Онэки Возвращая Себя Пятеру По Галде Ну А по Экспе Проигрывают Тысячу Но Особо Не Важно Потому Что Есть Один Столбала У Всех Принципе Шнадцатая Там Уже Тоже Будет У Корол Так Что Все Тут Хорошо У Обеих Коллективов Ну И Вылазка Но Никого Не цепляют Никого Не поймать Ну Что За Тарашана В принципе До Его Повеления Примерно Секунд Тридц Остается Очень Такой Хороший Тайминг Он Поймать Потому Что Есть Вышка Миду Так Что Можно Будет Добраться Очень Быстро Ну Вот Инча Решила Выйти На Айсмен Айсмен Решила Оступить Боится Воевать Не Решился Воевать Тяжеловато ТП Откастует Ну И Наверное Уходит Потому Что Не Пробить А так Вблизь Понятное Дело И ТП Сбить Нечем Дабл Дэмэдж Для Вута Еще Руны Скирался Еще В Афтер Ор Да Рошан Бедняжка Очень Быстро Развалился Но Это Сыроегис Сыроегис Пак Решил Закинуть Дримкоил Но Не Успел Не Не Дримкоил А И Золиор Он Пока Закинул Хотел Кинуть Дримкоил Чтобы Поймать Но Увы Рошан Крошился Уж Слишком Быстро Ну Что Решили Еще Поформить Решили Что Давайте Посмотрим Что Имеется На руках У Сэфа Есть 4100 В принципе Купить Что Купить Б Наверное Бабочку Но Пока Не Хватает Чен Выходит Вагоним Остался Ультиматор И Всего 900 Голды Дофармить Инча Тоже Вагоним Нужно Еще 1500 Даже 1400 Венгант 1600 Но Желательно Форстав Ну А Дровка Тоже Выходит В бабочку В принципе Тоже Правильный Выбор Во-первых Дэмэдж Бкб Все-таки Уже Есть 10 Секундная Краски Свежая Еще Не Прожиматая Или Не Прожаная Наверное Еще Не Прожаная Прожатая Конечно Еще Не Прожатая Вот Так Вот Будет Правильно Ну И Бабочка Для Дровки Это Крутой Айтем Потому Что Усиляется Еще Всю Команду Помимо Ее Ну И Что У нас Есть На руках У Тифиси Энигма У нас 1600 Голды В принципе Есть Арканы Блинк И Мекка Наверное Грисы Докупят Было бы Вполне Логично Пак 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 Купил себе Юл После Шива Ну Интересно Так Выбор Сначала Купить Шива После Уже Юл Ну Было Много Голды Местикстав Решил Ну Зачем Я буду Местикстав Просто так Валяться До лейта Давайте Прогрейжу А после Уже Наберу себе Другие Айтемы Ну И В принципе Юл Весьма Хороший Выбор Цемочка Цемочка 5 5 4 Кода Ну И Как мы Видим Айтемы Весьма Неплохие 1000 ХП 12 Левел То есть Фризенфил Уже 2 Левела Дэможи Очень Много Конечно Кристалл Новая Еще Не Промашенная Это Конечно Не Очень Хорошо Но Все Равно Скоро Добрет Себе Еще 2 Левела Будет Уже Максимальная Левела Прокачки Ну И После Ультимейт Дагрейди Так что Будет Вообще Идеально Бестмастер 2500 В принципе Хочешь Докупить Себе Третий Некран Но Пока Нужно Подэкономить Нужен Байбэк Ну И Свен Свен Тоже Выходит В БКБ Как-то Долго У нас Все Это Происходит Я Так Наверное Минут 2 Даже Почти 3 Это Все Разбирал И У нас Ни одного Файта Не случилось За это Время Пока Формят Формят Все же Больше У нас Уныки И они Набрали Себе Десятку Снова Десятка У нас Такой Бэтмен Нарисовался Ой Не ожидал Не ожидал Поймали Чандрос Ну Не важно Наверное Это Ну там Цемка себе Стрик оформила По-моему уже Четвертый фраг По-моему она уже Господствует Но все же Несколько это важно Потому что Продолжают фармить И В принципе Как мы видим Не собираются Щити пушить У нас Уныки А Ега пропадет Уже через Там Минута 40 Но Могут потерять Вышку в меду Да Вышка падает Гриф не прожимают Это в принципе Плоховато было Закидывается У нас уже Минима крапира От Пиано Меначин Уже с агонимом Это круто Ну и Да Фаербол Конечно Это очень больно Буквально вчера Матч Смотрел Там где играл Свен Или позавчера От Макропира Вот это его Не Макропира Фаербол Вот это его Очень-очень больно Пробивал На этом сражаться Просто нереально Ну да Ну да Дэмон Контролит Всю пачку Целиком Ну кстати Есть еще и Голем Древний Так что Очень-очень хорошие Ауры Красски плюс 15% В ХП Это круто Ну что вам Оега будет еще Примерно Секунд 30 Нужно заходить Если не зайти То без Оеги Будут шансы Поменьше Но все Преимущества есть Можно В принципе Посчитать Что Оега была Потрачена на то Чтобы Враг боялся Как-то сражаться 5 на 5 Потому что Есть Оегис И Прошлые файты Были прям под базой В открытом поле Краски позицию Крутую не выберешь Ну и Как мы видим Пофармить Решили Пофармили В принципе Неплохо Потому что СФ уже 19 тысяч И опережает Своего ближайшего Преследователя На целых 5 сотен Это много Но БКБ БКБ 7 секунд Дальше 6 Дальше 5 Математику мы знаем Когда БКБ Станет Уже Очень Маленьким Там будет Сложновато Там и так контролят Очень плотно В БКБ Без БКБ Там могут Быстро Расторчить кабинет Несмотря на то Что Нетворса Уже По 20 Ну что Фармим Очередной Дабл дэмэж По-моему Уже 4 Для Вута И Кстати 4 Снизу Довольно Такой Интересный Факт Получается Ну да Ладно Инчада Купает Себя Агоним Давайте Посмотрим На айтем Что хотят Добрать Чтобы Чтобы Прям Пойти Пушить Все Добрали В принципе Кроме Дровки Дровка Хочет Себе Бабочку У нее 2700 И Талисмена Фавейшена Еще нет Так что Еще Фармить И фармить Ну минуты Так 2 Минимум Если без Файтов Даже больше В принципе Каких-то стаков Нету Чтобы это Все быстро Выформить Да и Дровка Особо Быстрым Таким Фармом Каких-то Лесных Крипов Не отличается Так что Пока Долговато Фармят Ну и Похочешь Если заходить Без Подпушивают Ну не знаю Не стоит Не стоит Идти Все таки По своего Видо Фармить Вы уже Профукали Свой шанс Чтобы Закончить Быстро И у вас Сейчас Все равно Все хорошо Несмотря на то Что Вы там И в ноль Дрались Лучше Фармите Зажмите Апнета На базе Поставьте Агрессивные Варды А уже После Доберете Себе Вот такие Айтемы Прямо Жесткие Ну и Пойти И развалить БКБ Готово У Свена Да Все равно Могут Как-то Все очень Грамотно Исполнить У нас КФС Или В принципе Как-то Зафейлить Онэки Под хейграундом И даже С преимуществом В 20 тысяч Можно В ноль Сразиться Но надеюсь Такого не будет Даже Можно сказать Больше Такого не будет Ну да Кстати Фарсов есть Так что Поцеп Очень-очень Крутой Имеется Энигма У нас Докупает Себе Гривсы Байбеки 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 Байбеков-то Нет Есть только У Биста Энигмы И СМ А вот У Коров А нет Есть Убага Да Немножко Я проглядел Сорян Так что Три байбек Это норм Иллюзия Наваливает Снова Смок Кстати Смоки Очень хорошо Получались Энигмы Под базой Прожимать Как-то Было Выграно При помощи Этого Целых Два Файта Ну Тычка залетела Но все-таки Поймали Сф Асшива Пошла Отпрыгнули Поймал Вут И ловит Еще Тычка Свена Миссы Нет Миссы Проходит Блэкхол Свап Ай-яй-яй Как Это Успокина Варит Спокина Урона Антиблок Как же Минусует Критом Урона Вылетело Победному Свену Ну и Раздувший Сф Это Два Байбэка Три Байбэка Вроде бы Попытаются Подражаться Но Все-таки Сыпятся Нет Уже Утимета Минус Еще Пак У нас Байбэка Это Уже Четвертый Байбэк Навалится У нас Поки По Габену Больно Полетели Кайлы Габен Пытается Мансить Мансит Вроде бы Неплохо Увернулся От последнего Кайла Ну и Наверное Будет Жить Да Живет Но Слово Лучше Страна Потеряна Байбэка Потрачено Уж Слишком Много Целых 5 Даже 5 Байбэков Я Байбэк Беста Не заметил Ну В общем Беда Беда Это Очень Все Плачевно Закончилось Для КФС Потому что Потерять 5 Байбэков Еще И Сторону Вообще Перебор Ну и Да Не сделали Байбэков Продолжили Бый Свой Пуш Оныки Несмотря на то Что там грибов Не было У них Дэмэджа Слишком Много Так что Можно Было Зайти Развалить Понятное Дело Бэкдор Протекшена Не было Но и Вытанковать Это Все Поломать Быстро Проблемы Бы Не Составило Ну и СФ Докупает Себе Сатаник Байбэков Напоминаю Нету Ни у кого Так что В принципе Каких-то Два фрага Габен Стоит СФ Пока не Вскрывается Там он Две тычки Закинуть И все Есть конечно Глимер Пословили СФ Тычку Не закидывай Пошел дальше За Габена Габен пытается Скрыться И СМ Наверное Будет жить Ну СФ Был мог Менсонуть Там буквально Две тычки Надо было Закинуть Значит Был пораньше Акраски Продолжал бы Глимер Пошел Стал По спуке Спуке Довольно-таки Больно Но все Так Тяжеловат Прожимается БКБ Но нету Блэкхолла СФ Прорбает Вуту Больно Вут Не откилился Сыр так же Был Но не откилился Ай-яй-яй Байбека У него нету Ну да ладно Это не особо важно Габен Пошел быковать Наваритник Выжил Суман У нас уже Венге Венгу Венгу Разорвали Венгу Разорвали Скайграунд Оберон Оберон Кабины Трощит Но Увы Сайланс Тычка Последняя Шива Пошла И это Минус Да Конечно Если бы На хайграунде Была Энчандрас То она бы Наверное Троих бы убила А то и четверых Выдровка У нас обладает Уж слишком Малым количеством Урона Чтобы кого-то Поломать Ну Три сотни Есть Три сотни Но там Атак спид Очень маленький Пока что Демош Конечно Есть Но Все таки Нету Каких-то критов Да И кираса уже не было А там Плотноватые герои Под Варкраем В общем Тяжело Тяжело было Кого-то пробить Ну да Кстати вот В принципе Можно так сказать Что Чен Контрит Ой Чен Конечно Свен Почему-то Я начал их Говорю об одном Думаю о другом Стандартная практика В общем Свен Неплохо Контрит Такие пики Так как Варкрае Это плюс 20 Демо Плюс 20 Брони И как раз таки Демо уже вписывается В разы меньше Так что Хороший Хороший герой Против СДПС Ну и Владмер Покупает У нас Бистмастер Кстати Что у нас происходит По Показателям Томасистов Стопа Систер Ну и Покупает У него все Две смерти Ну и да Кстати За последние 15 он умер Всего Один раз Отличный Групп Показывает Ну В принципе В принципе Дело все Грамотно Конечно Контроля От него Нет Именно Такого Крутого Прямо Там Сеточки Сбивать Блэкхол Или Стана Кентаврами Но Как правило Он таких Крепов Особо Не возит Он Больше Играет На такого Чена Как играет Часто Пупей Который Просто Дает Ауры Ну да Кажется Пупей Контролит Чена Очень Круто Но Он Любит Поиграть Через Чена Который Чисто Аурный Чен Хотя Все таки Чену Б стоило Контролить Себе Сатира Который Напомню Даже В БКБ Забивает Блэкхол Потому что Свап Очень часто Тратится Не на сбивание Блэкхола А вот Кроме этого Свапа Блэкхол То сбить Нечем Потому что Вингаун Просто так Закинуть Мэджик Слик Она не может Мэджик Миссл Вернее Так не Закинуть В принципе Ринжа Такая Неудобная Нужно Заходить Прямо Не в Блэкхол Когда Блэкхол Каструется Где-нибудь Сбоку Закинуть Сверху Ну или Экономить На Блэкхол Но Чену Стоило бы Попутно Взять Тебе Еще И Троля Чтобы Сеточкой Сбивать Этот Блэкхол Ну что Рошан Очень Лоу Хиповый Нужно Его добивать ХП У него Конечно Регенится Но Не так Уже Быстро Ставится Вард В принципе Будет Вижен Пытается Ворваться Пошел У нас Пак Спрятался Врывается Еще И хокет Рошан Рошан Попадает Заберут Айс Заберут Ли сыр Пак Пытался Уйти Нигба Блэкхол Пошел Ну а Ега Уже Вуд Он Под БКБ Ну и Убивать Его Будет Очень Сложно Убивает У нас У нас У нас Бесмастера Воюют Пока Против Спуки Под БКБ Развали Его Очень Быстро Айс Мэн Пытается Убивает Но Увы Не Хватает Урон Понятное дело В никуда В принципе Если судить По Файт Рекап То Файт Денежно По экономике Выигрывает У нас КФС Но Но Все таки Егис Остается У СФ Сбить Не получилось Слишком Он Толстый Ну Это Конечно Печалька И Хект Имеется У Пианумена Вот это Вот круто Ну и Вот Пошел Тращить Пошел Тращить Там В принципе Есть На дефе ЦМ Кайпак Попытаются Они его Отгнать Сбить Хотя бы Егис На вутро Ворвались Аглимер Прожимает БКБ Ну и ЦМ Наверное В липах Хотя есть Госкептер Наверное Будет жить Хотя Замедлили Тест Там Проверили Но Нет ГБ Все таки Выживает И уходит В сторону Своей базы Кстати Сыр 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 Наверное Кто-то То ли сломал То ли съел Увы Я не заметил В том файте Но Вот конечно Самое Печальное То что ССФ Успел Забрать Аегис Если был бы Хороший Блэкхол И ССФ Был бы Незял Аегис Было бы Все Получше Но Несмотря на то Что Поймали Его Блэкхол Ему Даже Аегу Не сбили Так что Не факт Что это Помогло Но Все Было бы Получше Так бы Аегис Мог бы Быть У кого-то Из Дайров Ну и Понятное Дело Было бы Все Попроще В файте Ну и С большой Веренностью Закончилось бы Все Получше Для Их Стороны Ну что Пытаются Дальше Зайти В принципе Вот Дровка Жива Так что Дэмэш Полетел У нас По башне Башня Сыпется Тауру Больно Там еще Тачанка Настреливает Ну что Будете Заходить Или нет Ждут Наверное Да Ждут Дровку Дровка Добирает Себе Бабочку На хосте Помчалась Наверное Чтобы Две линии Прям Были У Вражеских Ворот Ну а вот После уже Пойти И сражаться В случае Венгард Они тратят Вэв террор Чтобы линию Подпушить Ставится Вард Под птичкой Наверное Это спалили Скорее всего Спалили Но Девардить Пока не собираются Хотя есть Некрачи Можно их вызвать Конечно Чтобы задевардить Но такое Лучше оставить На файт Было бы Это очень странно Если бы Вот так потратил Некрачей Бестмастер Цемка Пытается Зайти Заходит Пошла колба БКБ Пока разводят Но не прожимают В принципе Можно и не прожимать БКБ Потому что может пытаться Еггес Ой Через станы Ловят у нас Габена Затает по ему импедусу Очень больно Пак тоже запрыгнул Газ Мимо Ну и Пак Все таки уходит Все таки был юл Так что даже через газ Бы не поймали Но падает вышка Вышка минус Глифа нет До пропадения Еггеса Две минуты Сыра в принципе тоже нет Ну да ладно Неважно Ой Оберон настрелит у нас По бедному Рейнджовому бараку Он падает Очень быстро Ну и что Продолжается заход Под глимером Вуд пошел Трощить кабинеты Заходит И ловит его снова В сеточке Но главное не прожить БКБ БКБ я бы не прожимал Потому что потом будет БКБ Сатаник И ты встанешь Поломаешь кабинет Рывается на спуки Спуки больно Хил пошел Спуки Минус Блэкхолл Закидывает По троим Неплохо Газ то нету Ай-яй-яй Как же так Постоянно Блэкхолл Контролит Это конечно Крайне печально Сф вернулся Сф готов ломать Прожимает БКБ Раздулся Ну и криты Пошли Минус Свен Свен с Байбеком Сразу же его юзает Норвается дальше Поймали у нас Вута Вут пытается сражаться Но Вут на него поднимает Наверное будет все таки Погибать Да это минус Вут Но все равно Вторая сторона упала Как раз таки Два фланга потеряно Уже У Дайра Ну и тяжеловато Тяжеловато будет обиваться Но все таки Есть Свен Который Даже с мега крипами Расправляется Очень-очень быстро Так что более-менее Но все таки Свен Который потратил Байбек И у него Вообще ничего нет На урон Пока что Кажется Справиться будет Не очень хорошо Ну и давайте Заценим Что происходит По графикам А по графикам Онники ведут Уже двадцатку По голде По экспе Десятку Ну и Шансы на победу Имеют они Весьма солидные И как-то Попахивает Ласт пушем От Дайра Потому что Как-то они так вот Прям Собрались Со всей командой У нас только Бестмастер на дефе Он без травол Так что файт Не прилетит Ну и ТФС решили Что Наверное Вот такой Даже последний шанс Закончить игру Это сейчас Пойти спушить Режит медай пуль Скрипов очень много Но Крепы согреваются Крепы падают А зайти не получилось Ну и отходят Отходят Буду ждать своего оператора Наверное на базе Потому что там их поджали Солидно так Варс еще не сняли Хотя по нему Пинговали Очень странно Порстав От НЧ Семь тысяч В тремя В тремя Коцемки даже Десятка Неприятно Ну ладно Все таки Вингам Если бы еще Контролил Свой свап На блэк холл Был бы вообще Цены бы его не было Урор Минусует у нас Вингун Ну и Спуки Похоже тоже мин Хотя на фортайф Подъехал на хайграунд Но Свен все таки С блинком Спуки Привет Спуки Пока Кстати Сыр Сыр я видел Сыр есть у Свена Так что Это он его Отобрал Ну и Решил своих хребов Подсейвить У нас Чен Быстренько к себе Призывает Увы нам Полный файтрекап Не показывает Показывает только Сменять Энчант Раз Заработали голды Хорошо Краски Выиграли для себя Времени Чтобы подфармить И Уже После Сразиться Еще в одном Тимфайте Ну вот Чен Чен Очень хорош 4-2-20 И А это он просто царский Как для Чена Он если что Топ 3 по надворцу И Фактически На равных с дровкой Она его перефармливает Там На полторы тысячи Даже меньше На 1300 Это очень И очень круто Показать для Чена Как мы видим У ГПМ у него тоже солидный Четыресотник Как у Инчи Ну да Конечно СФ СФ Очень плотно набирает 600 Нетворца Это Очень Очень Внушительная цифра Ну что Давайте посмотрим На сумму на руках В принципе Может быть Кто-то хочет Что-то докупить Прям Жесткое Ну Цвину Стоит бы купить Дайдаус Есть на руках 5600 В принципе Дайдаус Мы купим себя Может Байбэка У него нет Пока что И не будет Еще целых Три минуты Ну Конечно В какой-то мере Это будет Ласченцева Так сказать Потому что Погибнет И если вдруг Какая-то файп будет Минуты через 2 И Погибает без байбэка Но там Таймер очень маленький Откадешивается Он байбэкается И Пошел драться Ну А вдруг Влетит крит И ты там Будешь в толпе Сражаться Если там Блэкхолл Будет снова Царский В пятерых И Парочки критов Могут Для тебя Игру почти Ну Как бы Не совсем Выиграть А вот Комбейтнуться Уже Так до конца Уже Выйти на Топ 1 По Нетвордсу Фактически Если такой файл Конечно случится Но Не знаю Не знаю Посмотрим Что у нас Айсмен Решит Две минуты До Его байбэка До Рошана Всего 30 секунд Так что Все таки Рошан Пойдет в разы Раньше Чем байбэк Появится у Свена Пойдет Понятное дело Но очень быстро Все таки Там демоджа У Уныков Меньше не становится А Рошан И раньше Уже минуток 15 Падал Назад Буквально За доли секунды Варды Прочекал Вардов нет Отлично Можно сходить Но правда Птичка залетела Ну да ладно Даже если будет Вижен Можно И так Хорошо Все сделать Правда Вижена нету У Уныков В этой части Карты Так что Сами они ничего Не увидят Это конечно Нехорошо Форстав Готов у Чена Какой же он Запакованный Уже 20 на 1000 Отворца На целых 900 голды Перефармивает Вражеского Свена Ну и как то Свен все таки Пофармибельнее Герой чем Чен Но как мы видим Дает о себе знать То что погибал Всего дважды Ну Рошан рассыпался Просто в секунду Ну и понятное дело Нельзя это все Законтролить Если ты находишься На базе И отпушиваешь Потому что нужно Заранее туда выходить Как только видишь Что там Кто-то появился И Чтобы кого-то поймать В общем Нужно так прямо Царски По таймингу Все Просчитать Какого нет Нужно там оказаться Ну а Вот прям На базе Увидеть О там враг Подошел к Рошану Давайте с маки Пойдем выйдем Нет Так все не получится Сделать Потому что там Дэминжа Просто немерено Ну что Заход по мину Краски Последняя сторона Есть Глиф Пошли в Гливери Дримку подаем Вроде бы неплохо На Вут Ультимейт пошел Вут теряет Нет Не теряет Он на Гигнесс Прожимает Он Сатаник И минусует СМК без Байбэка Давайте краски откроем Сказали Байбэков Парамарол По спуке Спуке На базу Улетел Класс Последний Блэкхол Только по одному Айдроу Рейнджер Взбивает быстренько Этот Блэкхол Ну и все Очень плохо Это еще Минус Бесмастер Это минус Венс Вен без Байбэка Пак улетает Но Увы и ах Падает там уже Т4 Вышечки Байбэк от Эйфории Медной пульс Но Блэкхола уже нету Вот это вот Было все хорошо Как же там Хритами на пенале Ну и Последние Два товарища Бурэмпэйш От Вута Вот это вот круто Но Фортафи У нас уходят Дальше Ну прийти не Фортафи Форсятся В общем И уходят Но в любом случае Это был Рэмпэйш Это было красиво Вот теперь Последний файт Был хорош Законтролили Блэкхол Очень быстро И как раз таки Все очень круто Исполнили Не прожимали БКБ заранее В общем Молодцы Конечно можно было Сыграть эту игру Минут так за 20 А то и Меньше Но все таки Три неудачных захода Еще и Фит Да даже Ну как фит В общем Смерть в пятером Когда вы ведете Десятку На Минуте так 15-16 Это плохо Так что не стоило Не стоило этого делать Ну да ладно Сделали так сделали Они в принципе Потом играли Все правильно Фармили Краски решили Ну давайте уже Не нарваться на рожон Давайте выфармим Задьмем панета на базе Поставим Хорошие варды Подожмем Краски карту Ну выфармим Выфармили 20 как Как мы видим Было достаточно Преимущества Потому что Айтемы жесткие Ну и Наконец-таки Расконтролили Энигму Наверное даже Был такой Первый Прямо Хороший контроль По Энигме Потому что Блэкхолл Кастился Буквально Доль секунды Ну как видим Решил играть Без БКБ С рефрешером Думала Что нет Меня не будут контролить Как вы видели Нас не контролят 50 минут Пойдет Пацаны Мне БКБ Не нужно Но все-таки Поняли Наверное так Байтили Давайте Пацаны В общем Блэкхолл Не сбиваем А потом Энигма Купит серый Фрешером И минусуем Она без Байбека Ну и все Мы выиграли Ну в принципе Тоже Неплохой план Ну да ладно В общем Это был Первый матч В рамках Беста 2 серии Между Онаками И ТФС Но Так получилось Что ТФС Опоздали на первый матч И Насколько я Понимаю Там тех лут Суна в втором матче Так что Наверное На сегодня все Но пока Никуда не отключайтесь Инфу я дам Буквально минут Через 10 Будет ли еще Что-то сегодня Так что пока Подписывайтесь На мои социальные сети Ссылки в описании Также Не следует В чатик С вами Тексас Ну и Ждем информации